В эфире РБК новости Башкортостана. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Светланы Лосева. Здравствуйте. В промышленной части города Салавата произошел пожар. На место оперативно направили силы и средства МЧС России по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление на территории объекта компании «Дивон» в неиспользуемой мазутной яме на площади 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Огонь удалось слокализовать. Таким образом, угрозы его распространения на соседней территории и здания нет. В тушении пожара участвуют 31 человек и 12 единиц техники. Предприятие «Дивон» зарегистрировано в Ишимбае и занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Компания подконтрольна. Башни и нефть. Власти республики утвердили приоритетную региональную программу по развитию инициативного бюджетирования на этот и ближайшие два года. На ее реализацию в этом году направили свыше 2 миллиардов рублей из бюджета Башкортостана. Следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Программа включает в себя несколько проектов. Один из них – это башкирские дворики. На него в этом году выделили 1 миллиард 200 миллионов. Местные бюджеты на комплексное благоустройство дворов добавили 60 миллионов, спонсоры – 12 миллионов рублей. 600 миллионов выделили из казны региона на развитие общественной инфраструктуры, причем на те проекты, которые инициировали местные жители. Они и спонсоры добавили к бюджетному траншу почти 150 миллионов. В 2024 и 2025 годах на реализацию программы инициативного бюджетирования республика выделит по 1 миллиарду 800 миллионов рублей. Дополнительно мы включили в программу и новые мероприятия, и контрольные точки, исполнителем которых тоже будет являться наша управляющая компания. Это изучение результатов большого опыта инициативного бюджетирования за период последних пяти лет. Это подготовка сводных отчетов о реализации программы и формирование информации для подготовки обзоров о лучших практиках в республике. В этом году по программе поддержки местных инициатив реализовали более 700 проектов. Это благоустройство детских и спортивных площадок, обновление скверов, клубов, родников, асфальтирование дорог, ремонт водопроводов в городах и селах Башкортостана. По словам премьер-министра правительства Андрея Назарова, Башкортостан является лидером по развитию механизмов инициативного бюджетирования. В регионе реализуются такие проекты, как «Реальные дела», «Наше село», «Доходы, генерирующие проекты в сельском хозяйстве» и ряд других. Товарооборот Башкортостана с Белоруссии вырос почти на 15% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей республики Маргарита Болочева. Экспорт увеличился на 9%, импорт на 23%. При этом, по данным РБК УФА, по итогам первого квартала этого года взаимный товарооборот республик увеличился на 57%. Экспорт товаров из Башкортостана в союзное государство вырос на 60%, импорт на 54%. Особым спросом в Белоруссии пользуются химическая, машиностроительная продукция, каучук, металлы, продукты и сырье. Сейчас усиливается кооперация промышленных предприятий, а также взаимодействие в сфере туризма. Предприятия Башкортостана провели более 300 встреч с потенциальными партнерами на полях 29-й международной строительной и интерьерной выставки в Казахстане. В ближайшее время можно ожидать заключения контрактов и первых экспортных поставок, сообщили в Министерстве внешнеэкономсвязей. На коллективном стенде шесть компаний республики представили свои товары от радиаторов до строительных инструментов и материалов. Как отметила глава ведомства Маргарита Болочева, малым и средним предприятиям труднее выйти на зарубежные рынки. Поэтому Центр поддержки экспорта оказывает им всестороннее содействие. За этот год состоялось 11 бизнес-миссий. Предприниматели республики приняли участие в 22 выставках. В результате заключили порядка 50 контрактов на 20 миллионов долларов. Ну а 25-27 сентября мы принимаем участие в выставке Инопром, которая также состоится в Казахстане, в Эстане, при участии наших предпринимателей и под руководством премьер-министра республики Башкортостана Андрея Геннадьевича Назарова. Пока еще предприятия могут принять участие в этой бизнес-миссии, мы под каждое предприятие готовим пакет документов для поиска контрагентов. Поэтому еще есть возможность подключиться. Казахстан является одним из основных партнеров Башкортостана. Напомню, товарооборот между республиками в 2021 году сложился в объеме 340 миллионов долларов. Как сообщало Международное информагентство Казинфорум, со ссылкой на пресс-службу главы правительства Казахстана в 2022 году показатель вырос до 382 миллионов долларов. Башнефть вновь подняла цены на топливо. Бензин марки АИС-100 подорожал на 50 копеек с 63 рублей 15 копеек до 63-65. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 60 копеек до 59 рублей 90 копеек за литр. Цена на другие виды топлива на АЗС компании не изменились. С начала сентября это уже третье повышение цен на диз-топлива. 1 сентября ценник вырос на 60 копеек, а затем прибавил еще 50 копеек. Летом бензин на заправках Башнефти дорожал 11 раз. Стоимость разных видов топлива увеличилась за три месяца от 1 рубля до 3 рублей 70 копеек. Тем временем биржевые индексы продолжают расти. По данным на 11 сентября стоимость АИ-92 достигла 67 тысяч рублей за тонну. Дизель превысил отметку в 71 тысячу. Бить тревогу уже начали представители Ассоциации грузоперевозчиков России. Ранее они направили главе Кабмина Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести госрегулирование цен в рознице. Сегодня тему роста стоимости топлива затронули в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам Владимира Путина, существующие инструменты по регулированию не использовались в полной мере. Однако правительство и производители уже достигли договоренностей. Производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время. Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителям. Да, Минсельхоз уже бил тревогу. Да, 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 дизелькой. Но ее просто физически стало не хватать. Но сейчас физически она появилась. Вопрос в регулировании цен. Было много механизмов. В 2009 году, когда я возглавил правительство Российской Федерации, было принято такое решение. И все там было детально расписано. Сейчас оно действует, кстати, это постановление, но не применяется. Здесь применяются другие инструменты, так называемый демпфер. Но и его ополовинили. И он не стал так эффективно работать, как работал до этого. Ранее эксперты в разговоре с РБК УФА отмечали, что максимальный уровень цен на бензин определен показателем инфляции и не достигнут. Увеличение стоимости топлива связывали с несколькими факторами, в том числе с проблемами с логистикой на РЖД. Правительство Башкортостана в период с 2024 по 2026 год планирует получить от приватизации госкомпании 110 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой республики Радием Хабировым. В прогнозный план приватизации на ближайшие три года включили четыре компании и один объект недвижимости. Республика планирует преобразовать в акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью два ГУПа. Фонд жилищного строительства, стоимость основных средств которого оценивается в 432 миллиона рублей и МТС центральная почти 3,5 миллиарда. Кроме того, снова попытаются продать 100% акций Иглинского весового завода и 34% акций компании Мелек. На торги также выставят пятиэтажный дом в Кумертау. Всего в собственности республики на сегодняшний день находятся 19 государственных монетарных предприятий и акций или доли в 54-х компаниях. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК.